Вы смотрите 201 выпуски еженедельного новостного дайджеста от Playground.ru Мы продолжаем рассказывать о главных событиях игровой индустрии за прошедшие дни. Главные темы этого выпуска Assassin's Creed Victory Новая игра из вашей любимой серии об Ассасинах Пачка свежих новостей из Microsoft Новые неожиданные откровения Питера Молиньо Дата релиза всех 4 эпизодов Resident Evil Revelations 2 Кроме того мы перечислим главные релизы следующей недели, вспомним кое-что выпущенное 10 лет назад И пройдемся по наиболее интересным записям в блогах наших пользователей И это как обычно не все, начинаем На прошлой неделе мы сделали отдельное замечание Почти все главные новости в последнее время идут от Ubisoft Казалось, что тогда все и закончится, ну серьезно Почти все главные игры уже повыходили Что еще может выйти? Оно взяло и произошло На днях в интернет утекла информация о новой Assassin's Creed Вы же не думали всерьез, что ее не будет? Будет! Как стало известно, следующая игра носит рабочее имя Виктори А ее события будут происходить в Лондоне в времен правления королевы Виктории Это где-то с середины конец 19 века Вот так Поклонники серии уже давно просили Ubisoft сделать игру про Лондон Теперь их мечты сбудутся Судя по слитым в интернет материалам, Виктори создается на том же движке, что и Юнити Игра тоже рассчитана исключительно на новые платформы Никаких вам 360-х Xbox'ов с третьими PlayStation'ами Что еще мы знаем? Ну то, что главный герой будет использовать крюк, чтобы повсюду лазить Руководит разработкой студия Ubisoft из Квебека Это будет ее первый настолько крупный проект Вот собственно говоря и все Никакой другой важной информации в утечке не было На то они и утечки Мы даже не знаем, в каком году Ubisoft планирует выпустить новую игру Хотя уже сейчас можно с большой долей вероятности говорить, что в следующем Больше нам добавить нечего Есть такая церемония The Game Awards На ней, как вы можете догадаться, награждают игры Еще на ней могут делать всякие приятные анонсы Церемония проходит в декабре, кстати, уже сегодня И мы наверняка знаем, кого на ней не будет Не будет Microsoft Как стало известно, корпорация приняла решение не анонсировать там никаких новых проектов Информацией поделился глава подразделения Xbox по маркетингу Аарон Гринберг Это несколько разочаровывает Было бы неплохо увидеть Microsoft в полном расцвете сил Готовую вовсю конкурировать с Sony Которая точно покажет что-нибудь на мероприятии Участие примет и Nintendo Кстати, по предварительной информации На The Game Awards 2014 состоится сразу 12 крупных анонсов Среди этих анонсов точно не будет ничего от Bethesda На этой неделе эта компания тоже объявила о том, что умывает руки На самом мероприятии она будет Исключительно для того, чтобы поддержать Wolfenstein The New Order от Machine Games И все Если вы надеялись услышать что-нибудь о четвертом Fallout'е Увы, обойдетесь Отсутствие Microsoft на Game Awards вовсе не говорит о том, что Дела у ее игрового подразделения идут плохо Корпоразы есть чем похвастаться К примеру, в прошедшую черную пятницу Больше половины продаж консолей США пришлось на Xbox One Как видим, решение Microsoft снизить рекомендованную цену на консоль Уже дало свои результаты Ожидается, что как только в сети появятся отчеты за ноябрь Они покажут, что Xbox One наконец-то обогнала PlayStation 4 Такое развитие событий может внести интересный поворот в консольные войны Параллельно с этим руководитель Xbox подразделения Фил Спенсер Обрадовал владельцев Xbox One, которые являются поклонниками JRPG По словам Спенсера, игр в этом жанре на американской консоли будет существенно больше Это любопытно, так как JRPG традиционно выходит на платформах PlayStation В особенности после того, как Sega выпала из консольной гонки Microsoft предприняла попытку изменить эту ситуацию еще с Xbox 360 Всячески обхаживая японских разработчиков и издателей Но даже несмотря на это, дела Xbox в Японии идут не слишком хорошо Такаши Сенсуй, глава японского подразделения Xbox, покинул свой пост Все из-за низких продаж американской консоли в этой стране С момента появления Xbox One в Японии, по данным за сентябрь Было продано лишь 38,5 тысяч консолей Из-за таких ужасных показателей, глава Xbox Japan решил сложить в себе полномочия Впрочем, он останется в штате Microsoft, но отныне будет работать в американской штаб-квартире В то же время, Sony наоборот, всем довольна и даже отмечает юбилей 3 декабря 1994 года была выпущена первая консоль под названием PlayStation К этой круглой дате Sony выпустила 12 300 юбилейных PlayStation 4 в аутентичном сереньком оформлении Почему 12 300? Именно столько PlayStation 1 было в первой партии в 1994 году Пока Microsoft и Sony продолжают свои битвы на мировых рынках, кое-кто предпочитает держаться от них в стороне Этот кое-кто компания Акулус, которая занимается разработкой собственного устройства виртуальной реальности По словам генерального директора Брэндона Айриба, ни Microsoft, ни Sony даже не рассматривались в качестве потенциальных покупателей бизнеса По мнению Брэндона, такое сотрудничество наложило бы слишком много ограничений В основном это относится к потенциальной эксклюзивности и разделу аудитории Создатели Акулус уверены, что их устройство должно быть самостоятельным Google тоже не вариант Интересно, как это вяжется с тем, что вся компания в итоге отошла к Facebook Разработчик со стажем, художник Нейт Уэллс присоединился к студии Crystal Dynamics Там он занял позицию арт-директора и теперь, судя по всему, будет работать над Rise of the Tomb Raider Уэллс является одним из самых высококлассных специалистов индустрии Он работал арт-директором Byshock Infinite, а затем перебрался к Nighty Dog Чтобы приложить руку к The Last of Us и Uncharted 4 Вскоре после этого Нейт присоединился к разработчикам The Unfinished Swan Где работал над неким неанонсированным проектом Но и там он, как стало известно, не задержался Остается надеяться, что в Crystal Dynamics Уэллс обосновался надолго И успеет вложить свой талант в Rise of the Tomb Raider На этой неделе наш любимый Питер Малиньо анонсировал свой новый проект The Trial Увы, мы о нем ничего не знаем По крайней мере, на момент создания этого дайджеста никакой информации не поступало Напомним, что Малиньо в настоящий момент руководит независимой студией 22Cans Которую он основал, покинув Lionhead Studios Еще на этой неделе Малиньо сделал интересное заявление По его словам, он больше не любит Kickstarter Якобы, именно из-за него стратегия GADUS получила кучу негативных отзывов в раннем доступе Steam Как так? Все почему-то связано с тем, что игроки получили совсем не ту GADUS Которую им пообещали в 2012 году Малиньо отметил, что если бы мог начать все сначала То обратился бы на Kickstarter за помощью существенно позднее Когда дизайнерские идеи воплотились бы в играбельное демо По его мнению, Kickstarter может вводить в заблуждение Особенно при попытке сделать что-то новое Интересно только, чем тут в принципе виноват Kickstarter Насколько мы помним, Малиньо сам решил выложить в нем крошечный прототип Который никак не отражал финальную версию продукта Вот вам итог Недовольные игроки, которые считают, что их обманули Это было ожидаемо Интересно, а что думают наши пользователи? Что-то новенькое Раньше Малиньо даже не скрывал, что он специально обманывает игроков А теперь какие-то призрачные обвинения на Kickstarter и Steam Неужели ему до сих пор кто-то верит? Губит игры не Kickstarter, губит игры ранний доступ Это не я сделал, Гано Это Kickstarter виноват Не слушайте этого хорошего человека Это провокация И еще много такого Бедный, бедный Питер Кажется, ему никто уже не верит Компания Capcom раскрыла дата релиза всех четырех эпизодов Resident Evil Revelations 2 А также подтвердила, что в серию обязательно вернется Барри Бартон Эпизоды игры будут выходить с промежутком в одну неделю Первый появится 17 февраля, второй 24-го, третий 3-го марта, а четвертый 10-го В качестве играбельного персонажа подтвержден Барри Бартон, отец Мойры Барри объединится с новым персонажем, Натальей Корда В поисках своей пропавшей дочери Наталья – маленькая девочка с экстрасенсорными способностями Позволяющими ей чувствовать врагов и находить спрятанные предметы Каждый эпизод будет содержать две сюжетные ветки Одну для Клэр и Мойры, другую для Барри и Натальи Кроме этого, в каждом эпизоде будет представлен режим Raid Те игроки, которые приобретут сезонный пропуск Получат два дополнительных эпизода спин-оффа Которые расскажут историю Мойры и Натальи И персонажа для режима Raid Ханка Создатель God of War Дэвид Джаффе откровенно поиздевался над фанатами в своем твиттере Что он там написал? Цитируем К черту! Осталось меньше недели и мне так или иначе позволено подтвердить Мы действительно делаем новую God of War И на этом можно было бы закатывать пир на весь Олимп Да вот только минуту спустя Дэвид завершил начатое предложение вторым твитом Мы действительно делаем новую статую изо льда для вечеринки По случаю дня рождения моего ребенка Ледяной Кратос будет нереально крут Вот же сволочь, а? Разработчики This War of Mine объявили о том, что игра купила затраченные средства всего за два дня продажи Игра была приобретена в 92 странах мира, а продажи в США составили треть всей прибыли Последний апдейт, выпущенный недавно, исправил некоторые баги, добавил новые настройки персонажей, улучшенные локации, обновленные анимации И три композиции от польской панк-рок группы Cool Kids of Death Star Citizen продолжает собирать деньги по всему миру и ставит очередные рекорды Бюджет игры уже перевалил за 63 миллиона долларов Теперь команде предстоит анонсировать грядущее улучшение Эта сумма настолько велика, что разработчики похожи и не надеялись ее собрать Не опубликовано никаких планов разработки по достижению будущих цифр Однако одним из важнейших улучшений в игре, которые стали возможны с увеличившимся бюджетом Является геймплей на поверхности планет Sony опубликовала тизерный трейлер некоего проекта под названием Emagon Он сопровождался сообщением на испанском блоге PlayStation Ни одно другое региональное представительство компании больше не опубликовало тизер А это значит, что кто-то по случайности нажал кнопку раньше времени Ролик озвучен полностью на испанском языке и демонстрирует, по всей видимости, заточенную под исследование мира игру Sony должна сделать официальный анонс и раскрыть подробности проекта уже сегодня Возможно, это уже произошло Emagon, кстати, это английская фраза no game, только наоборот Разработчики из Refrag Studios объявили, что их футуристический рейсинг Distance выйдет и на консоли PlayStation 4 Состоится это в следующем году В 2012-м разработка Distance стала возможной благодаря все тому же Kickstarter Игра была преподнесена фанатам как средство, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия студии разработчика Wipeout Дополнение Goblins vs Gnomes для карточной игры Hearthstone Heroes of Warcraft обзавелось датой релиза, которая оказалась удивительно близкой В пресс-релизе компания Blizzard объявила, что выход нового контента состоится уже 8 декабря В первом дополнении получат игроки в Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке А в последующие 24 часа гоблины и гномы захватят весь мир По сути это первое настоящее дополнение к Hearthstone, которое добавит 120 новых игровых карт 9 декабря все те, у кого есть Destiny для PlayStation 4 и PlayStation 3 смогут сыграть в первое масштабное дополнение для этой игры Называется оно The Dark Below С его выходом в игре появится новый Strike и новый Raid Новое снаряжение и несколько карт для мультиплеерного режима А еще игроки наконец-то смогут прокачать своих персонажей до 32 уровня Ну и побегать в дополнительных сюжетных заданиях Не секрет, что те, кто играет в Destiny, уже заждались нового контента от Банги Дополнение, к несчастью, пока не будет доступно владельцам консоли от Microsoft Они получат его только следующей осенью 11 декабря в Steam выйдет игра под названием The Talos Principle Создатели называют ее философской головоломкой от первого лица Создатели, к слову, не обы кто, а Кро Тим Те люди, которые занимаются серией серию Сэм По сюжету, герой пробуждается после долгого сна и обнаруживает себя в странном мире, где сочетаются древние руины и продвинутые технологии С этого момента ему придется решать сложные загадки, чтобы узнать тайну своего происхождения и раскрыть секреты этого непонятного мира Всего таких загадок будет больше сотни В них вам предложат, к примеру, управлять дронами и лазерными лучами Разработчики отдельно напоминают, каждое ваше действие будет иметь определенные последствия Сейчас все так говорят В общем, релиз 11 декабря Посмотрим, что там получилось 12 декабря вы сможете сыграть в Halo Spartan Strike Как вы можете понять из названия, события игры разворачиваются во вселенных Halo Если быть точным, во времена Halo 2 Вам предстоит расстреливать много-много врагов из фирменного оружия Кататься на Вартоге и в итоге спасти Землю от Ковенантов Spartan Strike – продукт совместной работы 343 Industries и Vanguard Games Думаем, игра будет особенно интересным владельцем мобильных платформ на базе операционной системы Windows Хотя мы не видим причин, почему бы не сыграть в нее и на персональных компьютерах Десять лет назад польская студия People Can Fly выпустила первый масштабный аддон для своей главной на тот момент игры – Painkiller Аддон, который назывался Battle Out of Hell, хоть и не затягивал по качеству до оригинала, был весьма и весьма неплохим В нем было сразу 10 новых уровней Сегодня таких дополнений уже не делают Можно было побывать в жутком парке с аттракционами, в страшном таком приюте, в какой-то лаборатории, в здоровенном мегаполисе, даже в Ленинграде Там, к примеру, можно было сразиться с советским танком под задорный советский гимн People Can Fly знала толк в локациях, это да Но, как мы уже сказали, Battle Out of Hell был далеко не таким классным, как оригинал Дополнение начиналось замечательно, но к своему концу потихоньку начинало скатываться на дно Видимо, оно состояло из уровней, которые просто не успели доделать к релизу оригинала или вырезали из него из-за недостаточного качества В любом случае, последующие аддоны для Painkiller, особенно те, которые делали другие студии, были в миллион раз хуже Их даже вспоминать не хочется А Battle Out of Hell вполне неплох А теперь давайте посмотрим, что интересного написали в своих влогах наши пользователи Nomad продолжает рассказывать о популярных игровых сериях На этот раз он подготовил материал о Total War С чего она начиналась и что из нее получилось Об этом вы прочитаете у Nomad'а, ссылка в описании дайджеста Пользователь Roman Swatcher решил пройтись по довольно любопытной теме По нецензурной лексике в играх Если вы играете в локализованные версии, то вы ее почти наверняка не слышите, а она есть И зачастую в огромных количествах Узнать, в каких играх матеряться больше всего, вы можете в блоге Roman Swatcher Ссылку вы найдете в описании этого дайджеста Кроме того, мы хотим напомнить вам одну важную вещь Если вы не в курсе, каждое воскресенье в 18 часов по московскому времени На нашем канале в YouTube мы что-нибудь стримим Эти выходные не исключение В ближайшее воскресенье в 6 часов по Москве вы сможете посмотреть наш стрим The Crew Да-да, те самые свежие гонки от Ubisoft Трансляцию вы сможете найти как на нашем главном канале, так и у нас на сайте Заходите, будет весело А теперь мы прощаемся Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok